с эвоном едем сейчас колясочку ему покупать летнюю коляску такую которую раскладная маленькая вот сегодня понедельник народу не так много будет вот он сидит тут довольны в своем кресле вот такое кресло поворачивается на 360 короче можно так крутить можно и так сделать и наоборот чем разные варианты вот так фиксируется вот он сидит но ребенка надо возить маленького наоборот потому что когда идет торможение он спиной вдавливается туда а здесь идет он на вылет поэтому он будет у нас вот так сейчас мама сядет чтобы он маму видел то ему там одному скучно так не видит здесь вот ножка есть которую упирается еще тут специально вот система защитой вот этого бока да пупсик сейчас мама сядет у нас есть такая коляска но гулять уже летом он уже большой хочет сидеть в этой только лежать да а тут вот другой пупс сидит этот пупс уже стал большой и уже будет сидеть спереди вот тут крутой очень да я на самом деле не очень спереди люблю ездить мне потошно будет наоборот да ну ладно я зато крутая буду ехать такая еще и на дождя все маму ждешь да одному там скучно тебе скучно маленькому вон мамуля маму мупсик пришла это что те штаны которые я использую нет которые мои штаны а это зеленые зеленые вот так тут только вот эти открываются вот надо будет этот тонко типа кардиган а по высоте даже дай-ка вперед кресло сбоку сделай палочку вперед нет другую сторону все максимально загоняли мы в магазин купили в общем коляску матрас шмотки всякие штучки по пути еще заехали взяли шаверму по-питерски вот называется по локоть вот новая какая-то с люля-кебабом так ну тут а но если самой руки не считать смысле вот здесь подушку туда по локоть прикольно сейчас попробуем реально по локоть то же самое здесь только по локоть здесь люля а здесь да короче больше не хочу перечислять что-то в ламы сюда бери даешь вот это больше толку у тебя пол локтя да вот так вот кушает ты молодец да ты молодец да молодец да молодец ну ну что научишься ты немножко подросишь и вы попечиваешь да И ползти, и бежать, да, ножками надо топ-топ делать. Оба поднимай, ножками топ-топ. Давай, давай, ползи, что ты там? Давай, давай, ползи. Вот, давай, давай, еще. Устал уже? Да. Да? Давай, ложись тогда, отдохни. Отдохни, ложись. Ну, не расстраивайся ты так, ложись, отдохни чуть-чуть. Надо так, да, ползи надо. Что там у тебя происходит, Эва? Ну, не получается вперед идти, да? Как это вообще работает? Вперед как? Назад получается, вперед нет. Не расстраивайся. Все, сейчас мама возьмет, сейчас. Мама, помоги ему, как надо. Давай, мама. Он уже тут полчаса пытается вперед именно научить. Вот, видишь, как надо, давай. Вот, да, получается. Вот так вот и надо. Вот как, видишь? Давай, запоминай. Так, 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 так. Ножками топ, попой так топ. Ручкой, молодец. Другая ручка, ножка. Вот, молодец. Видишь, как ручками. А все, попа устала, да? Все, молодец. Да, полз. Молодец. Молодец какой. Все, давай потопаем. Походим ножками. Ножками давай топ, топ. Давай топ, топ, топ. Топ, топ, топ. Вот как. У него все силы закончились. Он отжался, наверное, я не знаю сколько. Раз 30, да? Да больше надо. Больше даже раз. Иисик, иисик. Он все делает, кроме одной фишки, что руку надо передвинуть вперед, пока еще вот этот не поймет. И все, пробовал, 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 пробовал. Устал, да. Каждый раз вот отжимался. У него, наверное, уже здесь просто мышцы мощные. Ну, хочу. Да. Да, Катя. Ты отжимаешься каждый день по 30 раз, блин. Взрослые так не делают. Мышь отжимается там. Ну. Ой, 30. 30, это фигня. На, водички попей. Тренировка прям, фитнес был мощный очень. Взрослый столько, блин, не тренируется. Пей. Сколько ты. На, пеши. Будешь пить? Не хочешь, что ли? На, водичку будет, Эван? Не хочешь. Не хочешь? Не хочешь? А давай вот здесь, вот здесь еще помягче. Может, ему этот пуговица еще жмут, нет? Вот так ложится. Да нет, вроде нормально. Пусть полежит, отдохнет. Все, отдыхай. 23 июля, 24 год, утречко. На улице, прикиньте, плюс 15. К вечеру будет плюс 12. А ночью вообще до плюс 10 опустится. Бассейн просто в шоке от этого лета. Вот я уже третий или четвертый день, как помыл этот бассейн, и в нем так и не купаемся. Ё-моё. Вода просто ледяная. Обломище конкретное. Сейчас все спят. Карапуз с утра проснулся, покушал, все. Я с ним поиграл, он тоже сейчас пока спит. Сейчас вышел маленечко на улицу подышать сейчас на минут пять. Как раз между делом вам утро зафиксирую. Но зато хорошо. Вроде как то, что на улице нет тепла, облом на то, что лета нету. Ну, как бы за это больше парится, конечно, женщина. Оля там все. Солнце, где лето. Еще такой прикол, типа кто-то видел лето, где оно. Меня, если честно, это не очень прям сильно волнует. Мне даже больше нравится вот такая погода. Потому что есть чем дышать, не потеешь. Такое прикольное состояние. Мне нравится, когда можно одеть кофту. Какую-то кофту. И ты не потеешь. Уютненько так. Воздухом дышишь. Свежо. Сразу мысли приходят. Вот хорошо все встает. Не знаю, у меня так. Напишите, кто так же. Короче, я больше такой осенний-зимний человек, чем летний. Я тоже, конечно, люблю там солнце, все дела. Понятное дело, что мы от этого солнца зависим. Но такое, когда влажно, ты весь липкий какой-то, блин. Вот это не очень мне. Это такое туманное состояние. Оно какое-то стремное, непонятное вообще. Как будто какая-то несобранность сразу. А когда так вот прохладненько, сразу так четкие мысли. Все понятно, четко. Я не знаю, ну, даже не знаю, как это выразить. Вот это состояние. Можешь одеть какую-то одежду нормальную. А когда жарко, ты не можешь никаких кофт одеть. Ничего одеть вообще. Максимум там какую-то футболку. Потом потеешь. Потом 10 раз ее меняешь. Шорты. Я не очень любитель вообще шорт. Я люблю больше штаны. В шортах, ну, могу, конечно, ходить. Только потому, что жарко и вот эта вся фигня. Но вот понятие шорты меня, если честно, обламывают. Я как бы в шортах такое ощущение, что это какой-то подросток. Ну, не знаю, какой-то, как лошара какой-то. Фиг знает. Как-то вообще несерьезно. Но я тоже как бы ношу эти шорты. Но в голове у меня такое не очень прикольное состояние. Ну, типа как дурак, короче. Такое смотришь. Внизу ноги, сверху штаны как будто срезанные. Как будто ты бомжара какой-то, у которых штанов нету. И такое у меня внутреннее чувство тупое вообще. Может, это мой глюк какой-то внутренний. Фиг знает. Ну, типа там люди с девяностых и все такое. Вон с двухтысячных. Я как бы рос в таких всяких понятиях. Где там надо было за базар отвечать. Всякие приколы. И в общем, в голову нам ввели там очень много всяких штук. Как одеваться. Какие цвета. Что можно, что нельзя. Что по понятиям, что нет. Поэтому, возможно, я это говорю. И для вас это непонятно. Для, так сказать, опять все по понятиям. Для нормальных пацанов понятно, о чем я. Поэтому, когда вот так прохладненько, можно четко одеть какие-то штаны, кофту, дышать воздухом. Все вот так вот приятно, хорошо, все собрано. Вот. Когда жара еще и плюс влажность высокая, то там какой-то дурдом происходит, если честно. Там уже, не знаю, кто в чем одет. Все потные, вонючие. В общем, все вот в этом формате. Зато на улице сейчас хорошо. Столько дождей в этом году. Просто обалдеть. Без остановки эти дожди идут. Деревья прям растут такими темпами. Посмотрим, какая будет зима в этом году. Холодно или не холодно. Меня просто обламывает то, что жена с дочкой обламываются. Потому что они, как девчонки, хотят тепло, погреться. Вот эта вся история. Им вот эта четкость, как мне нафиг не сдалась. Я говорю, о, быстрее был осень. А вообще зима. И Оля говорит, да ну ты че, блин. Летов не было, ты уже про какую-то осень говоришь. А я вот выхожу, попрохладнее встает. И я кайфую, блин. Так хорошо сейчас. Такой свежий, блин. Шикарный воздух. Вот так вот. Такое утречко. Вот так вот. Это маффины, это блины, а это хлеб. Сейчас он поднимется, чуть попозже я его поставлю. Вот так. А это Оля, а это Эван. А это кофе, да. Вот это телевизор, а это в целом жизнь. Если что, вы влог смотрите. Да, Карапуц? Это влог. Тут мы с Олей приступаем к трапезничеству. Вот такое вот красивое вам слово. Что мы будем кушать? Мамы так не говорят. Жареная картошка в мундире. Потом наш собственный сыр вот такой вот. Моцарелло. Очень вкусный сыр. Потом салатик. Здесь авокадо. Наши огурцы. Потом, что там. Это горошек и яблоко. И со сметаной это все дело. Компот, который сделали сами. Естественно, из наших всяких разных тут. Дай стаканчик, Оля. Вот этот. Из чего мы там их сделали? Из всяких ягод. Холодненький. Хлеб собственного производства. Вот так. И блинчики сегодняшнего производства. Вот. Такие вот бомбические просто блины. Такой вот бомбический. Нереальный просто супер-мега-салатик. Держи вот большую ложку. Как говорится, будем обжираться. Все очень полезно. Божественно вкусно. Там комментарии сегодня прочитал. Говорят, вы сооскорбляете чувство... Верующих. Потому что я там написал божественно вкусно. Люди вообще что-то с дуба рухнули уже. В плане, когда еды здесь имеется в виду, когда говорю божественно, это значит максимально вкусно. Вот тут слово божественно уже не относится к Богу конкретно, к религии. Вы можете зайти и загуглить, что такое божественно вкусно или божественно чего-то. Это значит максимальное наслаждение вот в этой категории. Вот так вот. Поэтому ничьих религиозных чувств я не оскорбляю. Не задеваю. Оля, ну давай, приступаем. Я срочно ответить надо. Я не могу на что еще. Оля, еда вкусная, Оля. Очень вкусная, да. Оля, надо срочно кушать, Оля. Как говорят, бросайте эти дела мирские. Будем с тобой трапезничать. Вообще нормально. Запиваем компотиком это все дело. Вообще конкретно хорошо. Ну все. Оля, вся в делах, вся в делах. У меня постельное белье заказывало. Вот. Видите? Ты просто зацени и все. Поехали дальше. Все зацени, да. Вот сейчас картошку ездил, покупал. Она уже мытая, маленькая такая, небольшая картошка. Вот, ее только еще раз сполоснул, нарезал и можно делать вот жареную картошку. Есть салат что, яблоки? Угу. Обожаю, когда яблоки в салате. Как ты к этому пришел? Когда я раньше делал яблоки в салате, тут все с ума сходили. Ну я специально сделал. Наоборот, типа, никому не нравилось. Пусть мужья ваши готовят, когда у них и вкуса поменяются. Нет, я сделал в смысле, чтобы тебе понравилось. Ммм, картошка вкусная. Ну. Прямо то, что нужно. А тебе нравится? Да. А раньше не нравилось. Угу. Не, мне раньше, знаешь, зачем не нравилось? Раньше то, что мы питались непонятно чем. У меня постоянно живот урчал. Плохо было, вздутие было, в общем. И я, когда кушал яблоко, вообще пипец наступал. Катастрофа. Как бы яблоки, в принципе, я бы мог есть. Но если у меня, получается, попадались вот такие кислые еще, особенно, яблоки, то все. Мне хана. Поэтому автоматически я типа не любил яблоки. Ну, как бы сейчас не скажу, что прям любитель, но... Когда начали хорошо питаться, нормально, естественно питаться, здоровой пищей, то я могу и яблоки, и что угодно кушать. У меня никаких ненужных реакций нет. Все отлично. Поэтому сейчас Оля могу сказать, что прикольно. Раньше нет. Так что Оля делала все правильно. Вот. Но моя проблема, получается, была. Не Олина. Ну, а теперь вот я вспомнил, когда делал, вспомнил, что Оля так делала. Решил добавить туда яблоко. Очень вкусно. Салат сразу освежающий такой получается, летний. Вот яблоко в салате я просто обожаю. Люблю его добавлять в этот... С кражем и палочками тоже. Ну, там хорошо сочетается вот авокадо. Вот хорошо с яблоком идет. Ну. Может быть, ты еще и полюбишь курицу с ананасами? Ну, так это я уже, в принципе, ты делаешь. Мне уже нормально. Ну, что тут... А, ну, ты запитался, не раз я. Я говорю, я раньше не мог ничего есть, потому что вот... Неправильно питание было у меня. Потому что свял сухарик, а потом салат с яблоком и сказал, что это от яблока, да? Ну, да. Ну, короче, если нормально питаться, типа там нормальный хлеб, нормальный картофан, там, я не знаю, простую еду нормальную, то все хорошо. Так что кушаем. Наш первый арбуз. Взял такой здоровенный арбуз и дыню в этом году. Слишком рано мы арбузы не берем, потому что туфтовые арбузы, напичканные химикатами. И берем арбузы, ну, более-менее там уже, не знаю, с середины лета или в конце лета. Потому что вначале там вообще не стоит их кушать. Так, сейчас будем его разрезать. Бананчики. Это у нас хлебушек. Приготовился. И еще взял орехи всякие разные. Чтобы добавлять вот в маффины. Готовим маффины и в них добавляем разные орехи. Орехи я в этой, как его, в дробилке. Забыл эту штуку, как миксер или что там называется. Разные, короче, накидываю, включаю, они превращаются в мелкие такие, ну, типа каши. Вот. И потом их добавляю уже в эти маффины. И уже маффин дети кушают. И между делом всегда орехи. Вот, это бразильский орех. Этот какой-то забыл из головы вылетел. А это пекан. Вот. Не дешевое это удовольствие орехи, но зато очень питательные. Так вот, покупаю. И когда делаю маффины, сюда их добавляю. Все. Съел одну такую штуку, получил витаминки. Сейчас будем проверять, насколько красные арбузы. Не настолько прям сильно красные, чтобы треснуть. Вообще должен. Тысячу лет. Тысяча льзи. Вкус арбуза. Бомбически просто. Оля там завидует мне сейчас прям. Очень завидует. Все, сейчас я нарежу. Очень вкусный арбуз. Очень прям. Полуарбузу нарезал. Целый тазик. Дыню, наверное, потом. Сейчас Оля попробует. Первый арбуз. И посмотрите, сейчас просто отчасти такой взлетит вверх. Он взлетит. Смотрите, Оля уже взлетает от счастья. Вот такой все уже. Жизнь прекрасна. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Можно заморозить на зиму. Ну. Можно, а ты че с ним происходит. Тоже хочет. Арбуз разрезал на весь дом. Запах обалденный. Вообще. Так пахнет. вот капелюшечку маленькую мы что для вкуса это просто маленькую а знаешь соску помогай просто да спать будет сейчас да у него зубы есть помазал мне пупсик ты спать собрался да маленький человек